20 лет, проходит 5 лет, а уже не всем игрокам 22-25, потому что половина из них уже пум, а вместо них приходят новые молодые. Точно так же будет и в Валдрифте, я уверен, что пройдет 5-7 лет, а 20-летних игроков будет не так уж и меньше, потому что новые таланты будут протекать, значит, что старые игроки, не выступающие на высшем уровне, будут уходить или, так сказать, замещаться на лидирующих позициях. При этом, знаешь, мне кажется, в целом в мобильном гейминге аудитория должна быть моложе, и приток молодых игроков мобильный гейминг сейчас еще намного выше, чем в тех же мобоиграх, поэтому здесь конкуренция будет только расти, учитывая, что игре все в год. Все верно, это тебе, знаешь, не старые игрушки 20-летней давности, это кикаркафт 3, в которых смотришь на некоторых ребят, а они гораздо старше, чем ты. Что у нас потратка, дамы и господа, у нас на синем саде распикается Ривен, естественно, для Рикс Джиджи, в ответ берутся еще два пика, а это именно сцены и Галлио. Галлио мы видим в первой ротации очень часто, сцены тоже. Кто-то из наших комментаторов, нет, и Артем отмечал, как Йола приоритизирует сцены, на самом деле это делают все грамотные команды, просто, ну, не в сцены. Ну, Йолы, правда, очень прям любят сцены играть, то есть и на оригин серии они играли, мне кажется, больше всего сцены и в блокировку, сцены именно против них чаще всего отправляли, это прям такая, знаешь, сигнатурочка на уровне Серафины для них на нижней линии. Ну вот, сейчас, наконец-то, сцены у геймлордов появляется, сцена на самом деле супер популярна тоже на этом турнире, столько же пиков у нее, по-моему, сколько и у войны за всю высшую серию. Ну вот смотри, Кривен берется Диана Трэш, а вот к синей Галлио берется Джарван, который хорошо подходит под Галлио, но никак не подходит против всех остальных чемпионов, которые играются у команды Рикс Джи Джи, в общем и целом, да, потому что, смотри, катаклизмить Трэша это такой, конечно, вот, Гарольд, короче, Артем. Катаклизмить Трэша это Гарольд, вот, как бы, катаклизмить Диану, это тоже, ну, такое, знаешь, понятно, что она не самый мобильный чемпион, но до сих пор может прыгнуть с кушки, а может прыгнуть и просто даже повесить большой кулдал на дэш, все равно лучше, чем стоять и умирать. Стривен примерно та же самая история, то есть сам по себе Джарван, неплохой пик, под Галлио заходит отлично, против сетапа поэта заходит пока что так себе. И Брут Грейвса, ребята из Рикс, в ответ на насоса, закрывая брендом как раз свой нижний, видимо, сайт. Просто он куда пойдет, понимаешь, кто куда пойдет еще, то есть, ну, скорее всего, это бренд на бот-крышу, где Грейвса может пойти на топ, а Грейвса может быть AD-шником, и тогда пойдет на МИД как раз таки бренд. Я думал, что все-таки это должен быть бренд трэш на нижней линии, я не думаю, и Грейвса, Ривен, должны флекситься от топ джангл, насоса с сеной на нижней линии у геймлордов и окали еще сверху, при этом Джарван, по сути, может закрывать нормальный. И, соответственно, баф от старшего дракона, мы понимаем, насколько все становится в этом плане важно относительно контеста объектов средней и перехода, и в переходе со средней до поздней стадии игры. Да, да, в целом у геймлордов прям очень много скейла, то есть Сена, насос, да и окали хочет какие-то слоты, при этом Джарван и Галли действительно персонажи, которые не сильно тебе обеспечивают вот этот early-mid-game, то есть они в двойке не представляют прям супер большую угрозу какую-то, но и у риксов early-mid-game сильный, и при этом и late-game, мне кажется, у них вполне хороший, то есть я бы не сказал, что если геймлорды прям-то скейлятся, они точно эту игру должны будут для себя забирать. При этом у риксов очень хорошие опции для того, чтобы добираться до Сены, Сену протектить будет очень тяжело геймлордам, только если Галли там какой-то будет рядом с ней оставаться, но при этом есть Ривен, есть Диана, есть Грейвс, то есть какие-то фланки находить постоянно Сену можно будет напрягать, а если напрягать Сену в тимфайтах, то урона у геймлордов просто в целом остается не так много. Но обязательно будут напрягать Сену ребята, потому что для того, чтобы напрячь Насуса, надо, чтобы Насус не доскилился, здесь дело не в уверенности на линии как таковой, а здесь дело, знаешь, просто в стадии игры, просто в стадии игры и все. Вот такие вот дела. Ну и Насус у нас фармит на нижнем саде. Я постоянно, Артём, забываю, как называется предмет, который тарит Насус первым. Ты не помнишь? Я не помню. И Спалхейст, вот танкопредмет, из капли, танкопредмет из капли. У Насуса нет особой альтернатив, что на боте собирать, кроме этого предмета, потому что он хочет кидать поле постоянно. Респотфармливый Спалхейст, гуд, армор гуд, маны гуд. Пока Насус вот так себя проявляет. Заходит на Бэджис уже глю. Пока без скука. С дорожей земли, как бы, Галева забирать все притяжело, когда у них таунт, это так, чисто, немножечко напрягли, но вряд ли на что-то здесь серьезное рассчитывали. А могут ли геймлорды задавить нижнюю линию сейчас, тоже мало вероятно. Просто заберут големов, хотя к этому уровню зевты появляется уже. А вот у дома еще нет, хотя големов он забрал уже достаточно давно. Там, по-моему, просто по темпу зевты чуть впереди, потому что он больше кемпов забрал, потом они за нижнего скаттера выиграли драку. Ну, такой микродраку. Ух ты, я же обрывается Олив, играет по Сен-Жирену, первую кровь уже оформляет. Ну, понимаешь, вот мы с собой рассуждаем, кто как скейлится, у кого какие шансы в early mid-game, а потом просто вот такой вот целый килл от Олива на верхней линии, и как в пользу рюксов, и ты уже начинаешь задумываться, насколько долго смогут геймлорды продержаться, вспоминая предыдущую серию. Ну, очень важно, на самом деле, что в голове у геймлордов, то есть, насколько серьезно они восприняли то поражение, потому что, когда ты проигрываешь настолько в сухую, у тебя может вот этот вот такой ментальный блок, что ты играешь против рюксов, и ты как бы психологически уже мог проиграть, исходя из того, что было позавчера. Но при этом, я предполагал, что Na'Vi из-за такой жесткой серии для геймлордов с рюксами могут быть шансы, но в итоге там было 3-0, поэтому, видимо, геймлорды все-таки нормально справились с этим. Там особо ничего не поменялось, знаешь, относительно наших ожиданий, которые могли бы быть до серии рюксов и геймлордов, очень сильно Олив Далит с Инжереной, я бы сказал, что он просто уничтожает у него. А что с рандомом произошло, Артем? Я слышал на стриме у Вальхала, что рандом квитнул вообще вайлдрифт. А.К. Топ лейнер команды геймлорд, который выступал на Орлендж Сириес. Получается, не Леона, а не рандома. Ты знаешь, как бы... Мне больше интересно, почему Леона. Леона, не знаю, почему нет. Когда я смотрю на Олива, который 2-0 на 4-й минуте... Это, кстати, тоже трудно. В принципе, больших претензий у меня, кто планирует команды режимы, быть не может. С одной стороны, да, как бы хочется и на Леона посреди... Но пока, в принципе, Олив вполне оправдывает свое нахождение в... Воздушного забирают. Все же, ребята, идет тенисвет. Сничтожи, тенисвет. У него нет скачка, но есть ультимейт по-троим. Врываются в хорошую АУЕ комбинацию и забирают здесь. Два их теряют только пока что клюну. Но додайвливают хеста также. И размен 3 в 1. Пытается как-то ответить по френду. Санжерен забирает френда. Нужен ли этот дайв от Олива? Да, он точно знает, что он готов протанчить. Еще и выжил. Четвертый, ну, и это уже немножко везение все же. Однако и размен 1 в 1 был бы не так плох. Получается 5 в 2 в итоге размен. Да, очень грустная трака для геймлордов. И, в принципе, я не... Ну, то есть мы с тобой говорим. Геймлордам нужно поскелиться. В early-mid-гейме все-таки сетап Риксов выглядит как-то посильнее. Учитывая, что еще и Ривен уже 2-0 была к этому моменту. Геймлорды почему-то решают пойти из-за контеста этого дракона. И, по сути, просто чуть ли не флипнули игру на этом моменте. Потому что, ну, отставание уже неприятное. Плюс Ривен суперсильный. Там уже, по-моему, она 4-0 должна быть. Сенжерена опять здесь Олив душит. Еще и Клю сюда подходит. Сенжерена должны будут также здесь собирать. Со скачка из ультимейта выходит. Артем. Но уже не драки. Допустим, вот ты играешь в валдрифт в лесу. Соло ранг и ткатку. И ты видишь, что на четвертой минуте твой... Ух ты, врыв здесь идет. Ничего себе от Венжеса в соло. Решил даже не дожидаться ультимейта. Пытаться поднять думу. И думал, он как раз забирает. Вот такой контест Герольда агрессивный. От геймлордов знают, что если находится Сенжер на нижнем сайте. И не планирует здесь играть на Герольде. Можно сыграть и в агрессию. Но пока размер один в одного. А в этот момент Сенжер забирает Т1 на боте. Надо либо так агрессивно Оливу действовать. Ну, он, смотри, кстати, добрал все-таки здесь Акалия. Игнайта Клю, который он повесил в конце. Но в любом случае, то есть... Опять, не очень понятный действий со стороны команд. То есть, Сенжер уходит на нижнюю линию. Спокойно сплит пушит. Вы только что подрались на верхней линии. Потратили там кнопки свои на Акали. Передом в пятерку сюда геймлорды подходят. И в контесте 4-5 непонятно зачем. В итоге Герольда даете. Еще два убийства даете сверху. И как бы... То, что вы только что получили для себя на нижней линии. Вы, по сути, немножечко выбрасываете. Дум играет здесь вперед. Позит. Как же Дума пытаются всегда пробить, но у него так много опций. Есть дэш, есть скачок. И есть, конечно, еще и колотерл дэмэдж, который... Ух ты, как агрессивно влетает. Дум, смотри, прям под Сенжерен. И Сенжерен не добивает его. Сенжерен еще ультимейт. О, и он еще и клю, а нет. Плюс все-таки добивает он, потому что... Чуть дальше. Догорел, будет играть по сничу. Мне кажется, Сенжерен мог двоих здесь убить. Если прям бы постарался и выйти. Возможно, да. Мне кажется, мог раньше ультимейт нажать на Дума еще. Но хоть какой-то размен дал. Но в любом случае, опять-таки... Какие в токс-то заверите лидии? Да, потому что Фрэнк пришел, не брожав, не скачок, не исцеление, не ультимейт. Вообще ничего. Просто добил его с какого-то каста, видимо, встретил оглушением. Олив летает здесь в Хейстер, не добивает Хейстер. Артем, допустим, ты... Как Олив действует по лимитам? Посмотри. Олив пока просто душит. Артем, ты играешь, допустим, на медиа или в лесу. В Адрис. Зашел сыграть каточку после работы. Время 3.50. Твой топ-ленер 2.0. Или даже не так. Давай так. При каком счете твоего топ-ленера, когда ты лесник? У тебя поднимаются брови. А на самом деле это зависит от моего состояния. Понимаешь? Есть два состояния. Есть состояние, когда у тебя в Solo Q за последние 50 игр 40 поражений, как у меня сейчас в регилене, а есть состояние Ментал Будды. Если я Ментал Будда, то я напишу в Нидабл и буду играть дальше. Если я проиграл 40 игр из 50, то как бы можно ее открыть в Мидлейн? При первой смерти. Да. Понял. Но пока, Артем, ты думаешь, открывать Мидлейн или нет, идет ротация по Вейджусу, его забирают на медиа на топе поднимает снова Сенжерен. Поэтому геймлорда пытаются хоть как-то навязать борьбу. Неплохой катаклизм. Плю находится во фронте, но все равно забирают бренда. Утаржал все самонерки. Или кто еще кого душит. То, что здесь убивают, понятное дело, Таршана. Вот что происходит в нижней части карты. Там Ривен разыгрывает по Галлио вместе с Думом. Забрали одного. Это был Хес. Но теперь, видимо, Дума закроют, потому что три человека подходит, и отсюда он вряд ли куда-то сможет выйти. Но, тем временем, Диана продолжает спиткушить. Только сейчас Акаль туда подходит. Диана уже 8500. Имеет Ривен 8900. Они, конечно, нормально так подняли кэш на этой карте. И саллиния сейчас очень сильная у Ликсов. Ну, ты знаешь, вот это 2000 золота преимущество, оно как-то не меняется последние, наверное, минут 5. Что, конечно, приятно для команды геймлордов, учитывая и скейл, учитывая то, что Сэн уже покупает себе последний вздох после манамьюной палача, у него уже есть лоркет, учитывая то, что Хеста себе уже купил предмет. Слушай, я даже чекну, как он правильно называется. Я просто боюсь ошибиться, сказать не то. Поэтому плюс 2 есть, да, воздушный дракон есть у команды Ликс Джи Джи. Но сейчас есть возможность у геймлордов еще одну дракону вязать. Лю пока танкует, то Зевта проседает слишком сильно. Несмотря на теоретический свой доспех Гаргулей, был он или нет, теряют двоих игроков ребята из команды геймлорд. И почему же без Хеста они позволили себе подраться? 4 на 5. Тёмыч, вот здесь как раз шансы уже сильно достаточно у геймлордов тают, потому что они теряют и дракона, и 4 игроков. И скорее всего, не приобретают силы земли, а теряют еще и 2. Грустная драка для геймлордов, но как опять сыграл Олив? Ты обратил внимание, он прыгнул, дал станд по-троим, дал полный прокаст, и чуть-чуть не в соло просто убил 3-х человек. И Олив пока прям радует своей игрой в этой, по крайней мере, карте. То есть гэпнул 1 на 1 малютку на верхней линии, 2-0 пошел с линии, зарубил еще 2 убийства на драконе, получилось. Сейчас просто в соло выигрывает драку для своей команды. Поэтому Леон, как говорится, наберешь потом. Ты понимаешь, да, Артем, сразу о чем я вспоминаю, когда ты говоришь слово гэпнул у кого-то на какой-то линии? Нет. Не помнишь, нет? Ну давай посмотрим здесь, на контест Герольда, со стороны команды геймлорд, и опять Зевту ловят, и пока не очень сильно пробивают команду Риг с GG. Однако двоих игроков смогли почти взять Redemption. Куда? Флэш нажал Redemption. Ага, он нажал тактически его наверх, по Думу пытается Redemption доиграть. С ульты выходит Дум, в итоге Дав вышел, если не ошибаюсь, а здесь Плю уже забрали. Кого не хватает? Не хватает Френда с ресурсами по мани, потому что по Хеста они не доигрывают. Суша играет с Ничи, делает даблкил. Снова эйсуют команду геймлорд, и играючи одерживают победу в этой драке. Риг с GG намекая, что они готовы одерживать победу в этой карте, а возможно из серии тоже. Я смотрел как-то твой стрим, Артём, когда у тебя, ты то ли болел, то ли какой-то был такой, знаешь, ну, может быть, ты уже там стримил, пятый час, ты смотрел Солран Киды про плееров, и ты такой, знаешь, молчишь секунд 30, потом, потом, смотришь, видишь, мидгэп, мидгэп, потом обновишь, а-а-а, не молчай потом. Ботгерн, а-а-а-а, Ботгерн, а-а-а-а, потом молчание, потом молодой Достоевский. Это между прочим, не каймсовиора, а-а-а-а, сервере, а-а-а-а, а-а-а, так сказать, некоторую информацию просили передать, и не коврехала написал передать тебе, что ли он из-за учёбы ушёл, а рандом в риксах. Рандом в риксах, а-а-а-а, 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 понял. Вальхава, где тогда рандом, почему не играет, вы заменили, получается? Получается там или он, и рандом. Дайк у нас на Т3 происходит сейчас. Атриксов, пытаются они игру уже просто закончить, варисахест уже погибли, но при этом Олив также отправился в таверну, с героидом забирают первую сторону, всё это время на верхней линии находится Снич, который там уже пачку толкает, хотят забирать С3 и на верхней линии, но пока вроде как геймлорды всё-таки защищаются, но Нашор у нас появится буквально прямо сейчас, поэтому Нашор у нас точно могут пригроза к ним. А-а-а-а... Я не понимаю, что значит рандом в Риксах. Я тоже не понял, если честно. Он ушёл из геймлордов в Риксы? Подожди, ещё раз Артём, Леон за кое из-за учёбы пропускает? Читаю полностью ещё раз сообщение. Давай. Передайте флешу, что Леон из-за учёбы ушёл, а рандом в Риксах. Получается рандома из геймлордов взяли в Риксы и он на замене? Если верить этой информации. А Леон, который был в Риксах тоже, ушёл из-за учёбы. Правильно? Получается. Понял. Во славу Рикс-Жи-Жи тогда получается. Если все в Риксах, ну, да, всё верно, всё верно. Контест Барона, которого делают Риксы, здесь, конечно, просто отыгрывает. Одного игрока отправляют наверх. Не успевают подойти к геймлорду, и учитывая то, что спидпушит насус, это как бы уговорить нам о двух составляющих возможной причины. Первое, это то, что ребята, мы уже проиграли, поэтому если нам поможет чудо, да, и как бы что-то произойдёт там со стилом Барона, я могу хоть как-то за спидпушит получить золото. Есть вероятность, что это просто рандом сейчас на Ривен играет. А, есть вероятность, да, и это не Олив, который мы всё это время думали, а были иероглифы. Я, кстати, тоже про это подумал. Это был бы вообще совсем прикол, понимаешь? Мне кажется, возможно, так и есть. Нам сказали, что игрок с иероглифами в Риксах это Олив, понимаешь? Возможно, это было два разных игрока с разными иероглифами. Возможно, это были разные иероглифы, да. Ну, как бы... Я сейчас сверюсь, так сказать, иероглифами. Если это другие, получаются это они. Давай-давай. Пока у нас 129-й. Пытается добить Хеста, задержав его, чтобы для того, чтобы Френд подошёл, даёт фонарь, фонарь нажимается, доминирование со стороны снича, забирают Хеста. Ну и пока что всё, пока что останавливаются ребята из геймлордов, но мы знаем, что их остановить невозможно, даже 4-5, когда они проигрывают 16 тысяч золот, и у них нет барон бафа, поэтому они идут к антесе динфернального дракона, на котором всю команду они и теряют, забирают снича и дума, поэтому 3-го и с 0 остаются ребята. Я думаю, что можно закончить достаточно безопасно, потому что ближайшего оппонента 15 секунд, а здесь ингибитор вышка. Нет, те же самые, что были у нас на серии позавчера. То есть это Олив. Получается... Такие дела, друзья, 313 будет заканчивать. Олив. Так, Артём, нужно срочно на веб-камере нажать выключить, включить её на веб-ку, на своему бейс-нинджа. Два раза нажми на веб-ку. Да, Артём, 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 кто инженер в нашей паре, скажи мне, кто инженер? Я просто Юра техник практически.